Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, анализируем новостной фон прошедшего торгового дня и смотрим, как этот новостной фон повлиял на динамику финансовых инструментов. Начнем, друзья, с небольшого объявления. В частности, сегодняшний брифинг будет, с моей стороны, замыкать, собственно, неделю брифингов. В следующий раз мы с вами увидимся в понедельник. Я надеюсь, если неплохим образом сложатся обстоятельства, дважды и на брифинге на утреннем и, соответственно, на вебинаре. Поэтому ни в коем случае не расстраивайтесь, что вы остались без фундаментальной поддержки. Мы в понедельник все наверстаем, друзья. У нас будет о чем поговорить. Есть пару, опять же, несколько фундаментальных катализаторов. На них мы обратим внимание. Но они, как вы наверняка уже понимаете, обладают больше таким долгосрочным влиянием на рынок. Поэтому уверен, что за четверг-пятницу что-либо радикально нового на рынке не произойдет и не случится. Поэтому изначально, возможно, и стоит настраиваться на какие-то всплески волатильности. Но тренды остаются, друзья, неизменными. Я надеюсь, то, что за множество часов, опять же, моего выступления перед вами, вы уже осознали, какие тренды являются теми, за которые стоит держаться. И какие тренды являются полностью и абсолютно фундаментально обоснованными для того, чтобы стать частью, опять же, вашей торговой активности, точнее, ориентированным для ваших торговых позиций. Друзья, сегодня день влажный. Я бы сразу выделил очень насыщенный фонд по британцу и по доллару. В частности, по британцу он связан с тем, что вчера на рынок пришло сообщение о том, что сегодня состоится внеплановая встреча между главой Еврокомиссии Юнкером и премьер-министром Англии Терезой в 20 часов 30 минут по московскому времени. Ждем, соответственно, уверен, что волатильность пойдет уже до этого события. Вчерашний день, на мой взгляд, это явное доказательство того, что рынок снова перемудрился оптимизмом, потому что рост на 200 пунктов практически его можно было бы оправдать, если бы что-либо поменялось в плане позитива в теме Брекзита, который является основной причиной сохраняющейся значительной политикой экономической неопределенности. Но ничего не поменялось, друзья. Рынок заранее решил выкопить фунт в расчете на то, что сегодняшняя встреча будет результативной, она будет ознаменована каким-то прогрессом для дальнейшего обсуждения и попытки согласовать документы о выходе Англии из состава Европейского Союза в Палате общин. Я такую позицию не разделяю. Вчера мы поставили отложку, с ней, опять же, не угадали. Хорошо, что рынок ее не зацепил. В общем, мы пока, скажем, вне рынка. Но сегодня я снова рекомендую вам проявить активность. На британцы я дам конкретный уровень. Но этот уровень, друзья, также будет предполагать продажи этого инструмента в расчете на то, что рынок осознает, насколько была велика ошибка вчера, поверив в то, что на текущем этапе можно найти какой-то позитив по Брекзиту и рассчитывать на то, что Англия все-таки избежит жестких условий выхода из состава Европейского Союза. И после этого в 22.00 у нас протоколы последнего заседания американского регулятора. Это уже то, что повлияет на доллар. Сейчас доллар-иен у нас катился на отметке 110.80. Я призываю вас к тому, чтобы присматриваться к этой валютной паре с точки зрения продаж, именно делая ставку на снижение доллара. Потому что сегодня я не сомневаюсь в том, что нас в Федрезерву порадуют продавцов преимущественно мягкой риторикой, которая снова будет укладываться в тезисных заявлений о том, что с учетом текущей экономической ситуации не только в США и в мире нет какой-то особой необходимости действовать более агрессивно в плане повышения процентной ставки и придерживать такие же темпы роста этих ставок, которые были характерны для 2018 года. Я надеюсь, что за последние полтора месяца нашего с вами активного обсуждения того, что происходит в американской экономике в мире, того, как меняется позиция Федрезерва и то, что вообще в голове у Джерома Паула, этого было вам достаточно, чтобы понять, почему доллар сейчас на текущем этапе, возможно, это будет правильное отступление, не рассматривать с точки зрения покупок. И то, что против иены ему периодически удается набрать, скажем, определенную высоту и чувствовать себя более уверенно. Это в моменте связано лишь с новостным фоном касательно вот переговоров между США и Китаем. Вы знаете, что мы также за ними сейчас и следим. И поскольку есть возможность заговорить о прогрессии, этап переговоров, который прошел в Пекине и надеждах на то, что переговоры, которые стартовали вчера уже в Вашингтоне, это следующий, скажем, следующая стадия обсуждения разногласий, пути нахождения, выхода из этой непростой ситуации, неприятной ситуации в плане торговых отношений. В моменте это может быть в порядке оптимистичных ожиданий оказывает поддержку доллару, потому что на фоне такого новостного окружения, конечно же, нет причины уходить сломя голову, собственно, в защитные инструменты, в иену. Но если на рынке появится негативный фактор, ситуация быстро изменится, и мы будем готовы, друзья, к распродажам, собственно, американского доллара, потому что я считаю, что больше даже катализатором слабости американца на протяжении всего 2019 года будут не глобальные риски, а то, что очень сильно, радикальным образом, в буквальном смысле, изменилась позиция Федрезерва. И к этой позиции, раз ФРС у нас адаптивный регулятор, к этой позиции адаптивного регулятора мы также, друзья, должны адаптироваться, заранее понимая, что без высоких темпов и довольно кривой к траектории ужесточения монетарной политики у доллара не будет возможности для многосрочного роста. Поэтому я вместе с вами ищу уровни, с которых можно очень привлекательно и выгодно продать валютную пару. В частности, ну, чтобы подытожить и закончить на долларе и иене, хочу рекомендовать вам сегодня отложку со стопс уровня 110.60. Сейчас, напоминаю, курс находится выше 110.80. Ну, а теперь давайте пробежимся по основным инструментам. Нефтянка у нас топчется на месте, второй день 66.26. Это все равно неплохо, хорошо, что не снижается. У нас сделка сейчас предполагает дальнейший рост нефтянки. Повторяю то, что это очень рискованное предприятие сейчас действовать дальше с длинными позициями. Поэтому я говорил вам заранее использовать для этой торговой активности небольшие объемы. Если вы не привыкли работать с небольшими объемами, то есть либо вы торгуете нормальными позами, либо не торгуете, то тогда я рекомендую вам все-таки сохранить в ожидательную позицию и ждать более четких, хороших сигналов. Пока что рынок растет на старых дрожжах. Для кого-то они уже являются избитыми темами, поднадоевшими, но в то же время их нужно, друзья, констатировать. Это, как я уже отметил, позитивный фон, связанный с переговорами США и Китая. Пока что мы характеризуем их как переговоры с определенным прогрессом. Мы не знаем, как завершится текущий этап переговоров уже о Вашингтоне. Но участники рынка скепсис пока не разделяют. Другие факторы поддержки это сокращение мирового предложения, доклады ОПЕК, доклады Международного энергетического агентства. Все это нам еще раз подтвердили. Сегодня участники рынка будут также следить за динамикой доллара с точки зрения того, как она повлияет на котировки нефти. Я надеюсь, что Вы помните эти параллели, логические цепочки и выводы, которые я Вам приводил в качестве аргументации идеи влияния доллара на нефть в ходе вчерашнего брифинга. То есть в целом сейчас для нефтянки ситуация складывается довольно неплохо. Я не вижу причин, из-за которых ее нужно сейчас продавать. Я не вижу даже, скажем, убедительной позиции того, что сейчас бренд уперся в какое-то сопротивление, либо достиг уровня, где нужно снова перезагружать настроение. Мне кажется, нет. Бренд реально может дотянуть до 70 долларов за баррель, прежде чем на рынок вернуться в негативные настроения и так далее. Пока что, друзья, сохраняем как косрочную сделку, направленную на еще больше роста. Но снова делаю акцент, друзья. Эта сделка должна быть очень небольшим объемом. Ну, скажем так, просто попробовать пощупать настроение рыночное и снять еще немного сливок. Вдобавок к тому, что мы уже заработали. Евро против доллара 1.13.43. Участники рынка в целом питают прежние же, испытывают опасения за перспективу экономического роста и Германии, еврозоны. Об этом я уже не раз говорил, друзья. Видимо, снова целесообразно сейчас со ссылкой уже на вчерашнюю статистику говорить об этих проблемах. Вчера, как вы помните, у нас был целый блок данных по бизнес-оптимизму Азью. Минус 13.4 показатель. Оценка текущих условий 15 с 27.6. В два раза снизился показатель уверенности. Соответственно, как вы помните, наша с вами любимая связка производственные заказы, бизнес-оптимизм и падение инвестиций. Я уверен, что это база, на которой в принципе не может вырасти никакая экономика. Это якорь, самый настоящий бетонный для Германии, для еврозоны, из-за чего мы будем оценивать экономический рост с точки зрения таких медвежьих ожиданий, понимая, что экономики, скорее всего, просядут еще сильнее. Я напоминаю, друзья, то, что на текущем этапе очевидно, что еврозоны испытывают серьезные проблемы не только с падением экспорта, но еще и с внутренним спросом. В частности, касательно внутреннего спроса, у нас есть с вами индикатор оценки инфляции. Мы, разумеется, следим за инфляционными ожиданиями. В эту пятницу выйдут данные по индексу потребительских цен. Обязательно мы поговорим о них в понедельник. Уверен, что индекс снова покажет снижение. Мы снова вернемся с вами к проблеме низкопотребительской активности и по-прежнему все еще очень далеких ориентиров европейского центрального банка, ориентировав, я имею ввиду, на уровне 2%. ЕЦБ стремится разогнать инфляцию к этому значению, однако реальные показатели находятся по-прежнему гораздо ниже. По евро-доллару, друзья, я лично в коротких позициях. Я даже не хочу сейчас искать какие-то дополнительные уровни. Я знаю то, что евро снизится и, в принципе, особо не реагирует на периодический рост, который возникает в этой валютной паре. Может быть, кто-то из вас, в принципе, солидарен со мной и уже так же давно присмотрелся к продажам. Фунт против доллара 1.3060. Вчера вышел в блок статистики по рынку труда заявки 14.2000 против прогноза 12.3, уровень безработицы 4%. Кстати, один из самых минимальных уровней за последние несколько десятков лет. Квартальные темпы роста зарплаты находятся на хорошем уровне. 3-4% это максимум года за полтора, наверное. Ну, может быть, чуть пониже. Но все равно такие небольшие исторические рекорды у нас. Это должно, по идее, положительным образом сказываться на британце. Возможно, вчера статистика по рынку труда оказала свое влияние на фунт. И вот столкнулся я сегодня, просматривая заметки, опять же, статьи с рыночной логикой, которая, на мой взгляд, абсолютно несостоятельна сейчас для британца о том, что раз сокращаются свободные ресурсы, значит, в конце концов, конкуренция за оставшиеся ресурсы на рынке труда будет приводить к логичному росту зарплатных плат. С учетом роста зарплатных плат вырастет инфляция и у Банка Англии будет повод для того, чтобы повысить процентную ставку. Эта логика в отношении Англии сейчас точно не действует. Мы ее когда-то хорошо с вами конвертировали в конкретные торговые сделки и ожидания по статистике по штатам. В отношении Англии я эту позицию не разделяю, поэтому, друзья, советую вообще забыть про рынок труда и продолжать следить за Брекзитом. А как я уже отметил, я думаю, что основной катализатор роста вчерашнего был связан с анонсом новой встречи Юнкера и Терезе Мэй, которая состоится уже сегодня. Будут обсуждать текущую ситуацию по Брекзиту. И в предварительном интервью Юнкер сделал заявление о том, что если Терезе Мэй сегодня попросит продлить срок инициирования 50-й статьи, он не будет возражать. Возможно, рынок поверил в пролонгантство именно официального выхода Англии из состава ЕС до выборов в Европарламента майских, то есть на период примерно в один месяц. И это вдохновило участников рынка на то, чтобы снова поверить в возможность, скажем так, поверить в стратегию того, что в играх времени на текущем этапе Тереза Мэй, в конце концов, сможет переломить вот это мышление в палате общины и склонить их на свою сторону и заставить, собственно, хотя заставить это, наверное, неправильное слово, возьмем в кавычки, создать условия, при которых палата общин поддержала бы соглашение о выходе из состава Европейского Союза. Селстоп, друзья, по фунту 1.3020. Думаю, что если нам удастся поймать снижение, эта сделка будет очень неплохой. А в качестве ориентира снова давайте биться за уровень поддержки 1.28. Доллар и иена, о ней мы уже поговорили, я конкретно уровень дал. Австралийц против доллара снова у нас отскок 0.7163, поднялись мы выше теперь сопротивление 0.71. Это, видимо, следствие роста рисковых инструментов вдоль всего широкого рынка в ходе вчерашнего торгового дня. Не нужно сейчас оправдывать укрепление курса австралийца изменившейся риторикой Резервного банка Австралии. Вы помните, я о ней говорил, она лишь располагает к продажам. Друзья, быстро, я уверен, настроение снова изменится и по австралийцу против доллара мы неизбежно сделаем цель 0.70. Самое главное сейчас не вздумайте купить, потому что будете обижаться сами на себя, потому что, уверен, многие из вас, если не большинство, прекрасно понимают, где находится справедливый уровень для австралийца против доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, закрытие недели. Еще раз повторяюсь, то, что следующий брифинг состоится в понедельник. Поэтому до понедельника!